В эфире очередной выпуск передачи «Спасатели Алтая». Здравствуйте! Сегодня в нашей программе вы увидите Информация о пожарах и происшествиях Праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы Рубрика «МЧС. Глазами детей» В начале нашей программы сюжет о ликвидации пожара, запечатленный на видео участникам тушения. Далее репортаж от первого лица. Сообщение о пожаре в частном жилом доме в краевом центре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной части первого отряда Федеральной противопожарной службы в выходной день в 16.39. На момент прибытия первого подразделения горела крыша жилого дома. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Руководителям тушения был повышен ранг пожара, вследствие чего были направлены дополнительные силы и средства пожарных расчетов. В условиях сильного задавления работали 4 звена газодымозащитной службы, которые в ходе тушения пожара вынесли из огня газовые баллоны. В ликвидации пожара задействовались 28 человек личного состава пожарно-спасательной службы и 7 юниципальных техники. Были привлечены сотрудники полиции, работники скорой медицинской и газовой служб. Для бесперебойной подачи огнетушащих средств был задействован пожарный гидрант и развернута магистральная линия. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных распространение огня удалось не допустить. В результате пожара огнем уничтожена крыша, повреждены перекрытия на общей площади 180 квадратных метров. По оценкам специалистов, предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, Обратите внимание на состояние электропроводки в вашем жилье. Работу по ремонту электрических сетей доверяйте только специалистам. Не перегружайте бытовые электросети, не подключайте несколько приборов к одной розетке. Соблюдайте все требования пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Неисправная электропроводка Одна из основных причин пожара В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы, приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. День Победы – это праздник гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Символ решимости, воли русского народа. Символ величия России. 8 мая, накануне празднования Великой Победы в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, прошло торжественное мероприятие. Собравшихся с наступающим праздником поздравил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин. Для собравшихся в зале был подготовлен концерт, состоявший из замечательных военных песен и мелодий в исполнении сотрудников Главного управления. Темная ночь, День Победы, случайный вальс. Эти песни никогда не стареют и всегда находят отклик в сердцах слушателя. Создают особую атмосферу. Вряд ли в нашей стране есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из поколения в поколение об их светлом подвиге, чтим память, передаем дедовские медали. Это наша история, история каждой семьи, история нашей страны. В этот предпраздничный день многие сотрудники и работники были награждены медалями, дипломами и нагрудными знаками. В заключении все сотрудники Главного управления и подразделения МЧС России были приглашены на праздничные мероприятия, которые пройдут 9 мая. Также в этот день в учебном центре Федеральной противопожарной службы состоялась традиционная встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и дружниками тыла, которые в военные и послевоенные годы служили в пожарной охране. В теплой дружеской атмосфере начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин поздравил ветеранов с наступающей 73-й годовщиной Великой Победы и вручил медали, посвященные столетию советской пожарной охраны, а также памятные подарки. Ветераны побывали в музее, созданном при комнате боевой и трудовой славы, обошлись экскурсии в учебный центр, пообщались за накрытым чайным столом. 9 мая в день 73-й годовщины окончания Великой Отечественной войны на мемориал славы отдать дань подвигу солдат-победителей пришли тысячи барнаульцев и гостей города. В церемонии возложения цветов приняли участие представители руководства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю во главе с начальником генерал-майором внутренней службы Игорем Лисиным. На главной площади краевой столицы прошло построение войск Барнаульского гарнизона. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился губернатор Алтайского края Александр Карлин. В память ушедших героев Великой Отечественной войны почтили минуты молчания. На главном государственном празднике в рядах Барнаульского гарнизона присутствовало наше юное поколение – кадеты и курсанты, достигшие высоких результатов в учебе. За отличную учебу, примерное поведение и в связи с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне губернатор Алтайского края вручил ценные подарки отличившимся кадетам, воспитанникам и курсантам. По центральной площади столицы региона торжественным маршем прошли парадные расчеты кадетских корпусов, войсковых частей и силовых структур Барнаульского гарнизона. Праздничный марш начался со знаменной группы, которая несла государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. В четком строю перед трибунами, в которых за торжественным шествием наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, прошли коробки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю, офицеры и курсанты Барнаульского Великого Института МВД России. Встроенные колонны. На площадь выходят офицеры Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Алтайскому краю. В завершении шествия войск по площади прошел сводный духовой оркестр Барнаульского гарнизона. Перед тысячами зрителей проследовала колонна техники времен Великой Отечественной войны. В колонне электротехники на центральную площадь Барнаула выехали мотоциклы и фронтовой пожарный автомобиль. Замкнул колонну автомобиль ГАЗ-20 «Победа», названный в честь победы над фашистской Германией. Затем к участникам торжественного шествия присоединилась многотысячная колонна участников акции «Бессмертный Бог». По проспекту Ленина прошла колонна жителей Алтайского края. Они держали в руках портреты своих прадедов, дедов и просто родственников, не вернувшихся с войны или не доживших до наших дней. В шествии также приняли участие и сотрудники наших подразделений. Здравствуйте! В эфире рубрика МЧС «Глазами и дети». МЧС «Глазами и дети» Произошла история недавно и давно. История занятная, каких полным-полно. Здравствуй, Любочка-подружка. Ты давно мне не звонишь. Может быть, сегодня от в гости на минутку забежишь. Много дел. Да, хлопот немало. Все домашние дела. Постирать, белье погладить. Впрочем, как всегда. Мама, поиграй со мной. Иди, дочь. Не будь. Лучше к брату подойди. Маме некогда играть. Нужно ей обед готовить. Убираться и стирать. Нужно маме помогать. Я поглажу ей платочки. Постираю все носочки. Чай ей вкусный заварю. Брать ее в каши накормлю. Ох, устала помогать. Хочу с братом поиграть. Братик, поиграй со мной. Скучно гладить мне одной. Некогда с тобой играть. Компьютер надо загружать. Эй. Что б ни случилось. Куда б ни бежать. Электроприборы включенными нельзя оставлять. Если утюг в розетку воткнуть. Да, еще чайник туда же. Может случиться большая беда. Непоправимая даже. Все заискрится. Все загорится. Мид наш дома может воспламениться. Пришла беда нечаянно. От огонька случайного. Большой пожар заполыхал. Такой беды никто не ждал. Белый чайник стал уж черный. В кухне запах, дым и галь. В доме никому нет дела. В кухне начался пожар. Караул, беда, несчастье. В доме начался пожар. Нужно в 0-1 звонить о пожаре сообщить. Алло, пожарная часть, что у вас случилось? Алло, пожарная часть. Караул. Беда, срочно приезжайте. В кухне начался пожар. Нас скорее спасайте. Вы, гражданка, не спешите. Чочи адрес говорите. Адрес ваш я записала. Всю серьезность понимаю и машину высылаю. Внимание, объявляется пожар. Внимание, объявляется пожар. Что случилось? Вы, ребята, торопитесь. Ведь дети живут в нем. Эй, пожарная бригада, поторопиматься надо. Залезай скорее в машину. Едем, едем на пожар. За сутками, сутки, и ночью, и днем Готовы пожарные к битве со днем И нету на службе секунды для сна Секунда для них дорогая цена А мы желаем всем не просто быть спасенным Мы всех и каждого Что же делать? Что же делать? Как же мне дитя спасти? В доме ведь огонь бушует. Как же мне дитя спасти? Опять сирена наружится А мы пожарные с тобой и в этом соль На машине ярко-красной Мчимся мы вперед Труд тяжелый и опасный Нас, пожарных, ждет Вой пронзительной сирены Может оглушить Будем мы водой и пеной Мы пожар тушить И в беду попашем будем Сможем и помочь Ведь с огнем сражаться будем Смело день и ночь Нам не дано с бедою сладить в одиночку Но нам дано собраться вместе в трудный час Жаль только в нашем деле не поставишь точку Но страх и подлость это точно не про нас Мама, мамочка, мамуля и сестреночки мои Помогите мне скорее, а то сгорю в огне Мы долю выбрали свою Она мужская, да, мужская И мы здесь всегда в бою У нас профессия такая В слепом огне пылает дом И стонут балки под ногами А мы идем, идем, идем И тушим пламя, тушим пламя Мы мало отважным и смелым быть Чтоб злой и коварной огонь повелить А следует много знать и уметь Чтоб четко и быстро огонь одолеть Опять сирена нарушит сон А мы пожарные с тобой и мы там ссорим Опять на выезд прав не обессудь Так мы ж спасатели с тобой и мы там суть Пожарные приехали, сражаются с огнем Отряд, как видите, большой Готов он встретиться с бедой Девизы главные Выручать, спасать, хранить и защищать Топорами балки рушат Из бронзбойдах пламя тушат Черным облаком густым Под ногами вьется дым Пламя ежится и злится Убегает, как лисица А струя издалека гонит зверя с чердака Страшные мужчины сражаются с пожаром Они всегда на страже и ценят их недаром Ребенок осмотрен Ребенок в порядке У пожарной, у охраны Часто можно видеть раны Очень служба их опасна Но зато и цель прекрасна Пламя злое затушить Это их забота Жар бесстрашно погасить Вот у них работа Разве вам еще не ясно Что с огневом шутить опасно Запомните, дети, навсегда Если вдруг пришла беда Дарое время не теряйте Нас скорее вызывайте Каждый день и каждый час Все они спасают нас Мы должны их труд ценить И напрасно не звонить Дело сделано Отбой И опять по мостовой Понеслись автомобили Зазвонили Затрубили Мчится лестница Насос Бьется пыль С под колес Ваша специальность Не из легких Вам предначертана судьбой Спасать из пекла Чьи-то жизни Порой жертвуя Собой На этом у меня все До свидания И помните Спички детям не игрушка Ежегодно в России От пожаров И несчастных случаев Гибнут сотни детей Они просто не знали Чем может обернуться Детская шалость А когда вы Последний раз Говорили с ребенком О безопасности Предотвратить Проще Чем исправить Легкие планеты Мы привыкли К этим очевидным фразам И редко задумываемся Над тем Что в настоящее время Основными нашими Конкурентами за кислород Стали транспорт И промышленность Миллионы автомобилей Движущихся по нашим дорогам Речные суда Военные и гражданские Авиалайнеры Находящиеся постоянно В воздухе Топливные электростанции Дающие тепло и электроэнергию Предприятия металлургии Химической промышленности И другие созданные Человеком потребители кислорода Ежедневно увеличиваются В количествах И наращивают Производственные мощности Поглощая углекислый газ И отфильтровывая пыль Выбрасываемую Этой смердящей армией техники Леса является Единственным спасением людей В сложившихся условиях У леса Есть самый опасный враг Огонь Небрежно затушенные костры Брошенные горячие окурки И спички Палы сухой травы Основные причины Лесных пожаров В нашей стране Объединение усилий Общества и государства Важный фактор Профилактики Лесных пожаров Учитывая, что в подавляющем Большинстве лесные пожары Возникают из-за Неосторожного обращения С огнем Большое значение Имеет противопожарное обустройство Мест отдыха И проведение мероприятий По ограничению Распространения огня В лесу Санитарные рубки Очистка лесов От захламленности Создание противопожарных Барьеров и разрывов Дорог и водоемов Позволяет существенно Снизить риск Возникновения И распространения Лесных пожаров Для того, чтобы не допустить Лесных пожаров Необходимо четко знать И соблюдать Основные правила Противопожарной безопасности В лесу Никогда не бросайте сигареты Спички Не разводите костер Среди сухой травы Не разводите костер Среди кустарников И под кронами деревьев Жизнь в твоих руках На этом наша передача Подошла к концу Мы прощаемся с вами И напоминаем Что на территории Алтайского края Действует Единый телефон доверия Главного управления МЧС России По Алтайскому краю 65 82 19 До свидания Берегите себя И своих близких Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...